Друзья, не устаю записывать, просто переполняет эмоции, просто не верится, что наконец-то мы вырвались из этого места, где мы были постоянно, да, и наконец-то вот оно, вот оно, Михайлович, началось, да, то есть, и ты начинаешь осознавать, что вот теперь вот такая у нас будет жизнь, и это потрясающе просто, то есть мы со своим домом, вот этой яхтой, да, то есть на этом катамаране, это наш дом, и мы можем двигаться куда захотим, е-мое, это просто, знаете, вот буря эмоций, адреналин, я не знаю, хочется петь, кричать, мечтать, звать, я не знаю, все, что хочешь, вот прям просто потрясающе, эти пейзажи, и мы куда-то передвигаемся все время в новые места, я со своей семьей, Ника, Марина, все рядом, просто не передать словами этот кайф, просто фантастика, я хочу вдохновить каждого, наверное, никогда не затаптывать свои мечты в грязь, всех от Дэня по-украински будет, да, и будней, вот, сегодняшнего какого-то, всегда мыслить вперед, идти к своей мечте, всегда ее достигать, я желаю тебе постоянно достигать своей мечты, всегда, хух, да, это просто фантастика, я не знаю, это, ты вот только посмотри, 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 ну я не знаю, это камера, это камера не может передать, тем более, блин, старый, древний уже телефон, это миллионы лет, да, то есть вот это все, эти горы, это вода, это природа, потрясающе, в общем, дружище, приезжай, тебя на хэппикет ждет только счастье, счастье и шоколадка. Что ты сказал? Я говорю, Никус, а ты не против, если я небольшое видео сниму? С меня? С тебя! Сниму, видео обычно снимают. Нет. Что нет? Против. Против? Ладно, тогда я себя буду снимать. Тебя не буду, хорошо. Всем привет, это хэппикет. Ну что, вот началось наше путешествие, значит, мы выходим из Лаврио, ветерок, я поэтому прикрываю двумя руками микрофоны, и, конечно, эта эпопея невероятная, значит, у нас солнечные панели, за моей спиной, ни много ни мало, 2400 ватт солнечных панелей, об этом отдельно расскажу, значит, установили, все хорошо, санпауэр, лучшие панели, ждали их месяц, пока придут, короче, там целая эпопея. Но, самый прикол, вот бывает иногда повезет с мастером, а иногда бывает не повезет. Вот мой случай или наш случай, не повезло с мастером, значит, ну, нам его посоветовал Сюрвейер, и он обычно все хорошее уже советовал. Ну, мастер, короче, может он как там какой-то прокладчик кобелей хороший, а вот по поводу солнечных вещей он вообще не петрит. Значит, он хотел, он, видно, всем лупит стандартную систему, значит, Виктрон ему сказал, вот, покупай, так, что тут пищит, одну секунду, вот это вечное пищение надо отключить. А ИС, ну, да, я отключил АИС, значит, и чтобы нас никто не видел пока что, потому что там надо поменять имя, название корабля надо поменять, как мне дойдут руки. Вот, и значит, да, Кися. Я придумала название вот этого яхты. Зайчик-марфунчик. Ну, это хорошо, но у нас уже хэппи-кэт называется эта яхта, менять название никак нельзя. Давай этот, о, я придумала. Эта яхта будет звать птичка. Кися, на яхту уже, а, которую мы проехали яхту? Вот эту? Нет, эту будет. Нет, это называется хэппи-кэт, но ты можешь ее называть зайчик-марфунчик, если хочешь. Нет, я буду называть это, чайка летает в небе. Гениально, так и сделаем. Чайка, что вижу, о том поют, чайка в небе летает. Ветер по морю гуляет, чайка в небе нам летает. Эй, меня не снимают. Тебя не снимают. Ну, в общем, про электрика. И я связался с этим электриком, ни много ни мало, уже как, ну, три месяца мы сидим в этом добре-долбанном лаврео, как бы, который мы, в принципе, нам очень нравится, как маленький, ну, такой кулуарный городок, домашний, все, все хорошо. Но немножко поднадоело. Приходится сразу и рулить, поэтому, извините. Значит, ну, и я, как бы, три месяца назад говорю, а он, видно, такой, что вот ему Виктрон сказал, какие панели ставить, ставишь все наше. Значит, панели такие-то, контроллеры такие-то, заряды, значит, MP5, там, провода такие-то, и вот так, значит, ты, дружище, работаешь. Он все понятно, слушаюсь, значит, и говорит мне, ну, ставим все Виктрон, я говорю, да, кроме солнечных панелей, потому что солнечные панели по параметрам Виктрона, ну, как бы, вообще, ну, не холодно, не жарко, такое себе. Он, не, не надо, ТРПР, короче, я говорю, ставим SunPower, потому что, ну, надо брать самые эффективные, да, на метр квадратный должно давать максимально, почему, это мое личное мнение. Если ты уже на яхте, и, как бы, у тебя здесь ограниченное пространство, ну, да, задолбало это. То, конечно же, какой смысл тебе брать, там, в два раза дешевле, но зато они в полтора раза менее эффективны, то есть, с одного квадратного метра, сантиметра, там, они дают гораздо, в полтора раза меньше электричества. Ну, тогда тебе надо, ну, у тебя же место-то ограничено, поэтому уже лучше тут, как бы, не идти на какие-то компромиссы, потому что, если ты хочешь впихнуть невпихуемое, то надо, как бы, немножко выбирать правильные вещи. Короче, я говорю, нет, только SunPower, у них 22,5 или что-то такое процента эффективности, берем их, они высоковольтные, тем более, ну, там, 75, по-моему, вольт дает одна батарея. Хорошо, окей, я подберу MP5, подбирай, подобрал, значит, два месяца назад, а я, блин, ну, что-то, ну, блин, на самом деле, в YouTube открыл видео, посмотрел какие MP5, да и знал я, и, как бы, я не посмотрел. Ну, вот, ну, ну, не может же человек так ошибиться. Короче, привозит он MP5, один MP5 поставили на две панели, значит, соответственно, совокупно они дают 150 вольт, а он мне принес 75-е контроллеры. Он такой, день проработал, в поту весь, блин, а контроллеры не те, ну, ладно, говорит, я тебе привезу на завтра 150-е, привозит на следующий день 150-е, мы уже здесь задержались, мы уже здесь в этом порту Лаврио, уже хотели давно идти, уже бы и ушли. Он приезжает, он сам злой тоже, но, знаешь, и начинается, значит, если бы ты выбрал те панели, которые я тебе сказал, я думаю, ну, сука, сейчас убью, потому что козел вонючий, если бы ты был профессионалом, да ты три месяца назад еще мог сказать, какие мне нужны MP5, и я бы не тратил тут это время, вот, и ты еще пытаешься на меня что-то спихнуть вину за свои, короче, вообще, проколы, вот. В общем, и, значит, он окей, говорит, я сейчас привезу 150-е, привозит 150-е, а по две панели выдают 151,5 вольт, и мудрый Виктрон говорит, нет, 151,5 вольт никак, на полтора вольта больше вольта, чем я рассчитан, нифига, дуля с маком, и там уже космические какие-то цены, да, то есть, если простой, короче. И, а теперь, значит, нужно 200-е MP5, 200-е, их нет на стоке, их надо ждать три недели. Вот так вот, я готов внутри был разорваться и сказать, ну, что же, ну, как бы, я могу его послать подальше, но в итоге я останусь со своими проблемами. Ну, а вопрос-то надо как-то решать при всем желании, да, принципы это дорого. В общем, и вот сейчас он нашел где-то не 200-е, потому что это большая редкость, надо их ждать три недели, 250-е. Которые еще каждый там на 100 с чем-то евро дороже, значит, 250-е, и вот он, мы специально, значит, едем, короче, туда поближе к Афинам, встанем там на якорную стояночку, и это сволото привезет, значит, и поставит, наконец-то, нам правильные контроллеры, чтобы мы могли не постоянно не торчать по маринам, не крутить генераторы и так далее, не заряжаться электричеством. Вот такая история, ребята, значит, с одной стороны, коней на переправе не меняют, а с другой стороны, есть ли ваш мастер? С самого начала, ну, с самого начала к нему были какие-то такие, знаете, чуть-чуть вопросики там. Ну, почему он мне советует Виктрона? И такой, я не понимаю твоего решения. То есть вот тогда мне уже должен был зазвонить колокольчик. Если чувак не петрит вообще, что такое эффективность солнечных панелей, то вот тогда мне уже надо было задуматься. Ну, бляха, подумайте, так найти легко англоязычного, значит, электрика, который специализируется на морских, значит, установках солнечных панелей в Греции, вообще нелегко, ни разу не легко. Я тут переписывался с одним, он мне вообще такие вещи писал, что я думал, что он откуда-то, я не знаю, он, наверное, с похоронного бюро переквалифицировался. Ну, то есть человек вообще не петрит, он мне пишет километровые письма, я говорю, чувак, пришли мне просто тарифы, да и все. А он мне выписывает там, короче. В общем, ну, в общем, идем ближе к Афинам, сейчас будем посмотреть, может, в конце концов мы что-то доустановим, да, и будем счастливы. Вот, вместо того, чтобы три недели валандаться тут по Греции, хотя нам надо уже давным-давно идти в сторону Франции. Ну, вот такие дела, ребята. Ну что, в очередной раз проходим замечательный Суньо и этот, господи, не Зевса, а Пасейдона. Вот, замок Пасейдона. Значит, нам очень здесь понравилось. На самом деле, вот мы были здесь, отсюда, конечно, не так все хорошо видно. Здесь есть, кстати, якорная стоянка вот за углом, вот за вот этим вот выступом. Очень классная вообще. Ну, видно это по Навеле, видно. Вот, короче, мы считаем, что здесь даже лучше, чем Афинский Ататакрополь, интереснее, потому что там помойка, а здесь вот оно все такое прямо восстановленное, аккуратненькое и интересно. Просто приехать, посмотреть, пойти с экскурсией классно. Это стратегическое место, потому что вот оттуда сверху видно вообще на, ну, я бы сказал, не на 250 градусов вокруг, потому что видно и туда, и все видно и туда. Ну, короче, даже, ну, чуть ли не на 300 градусов все видно вокруг, и поэтому здесь построен был и форт, так называемый, ну, так сказать, и крепость, и замок богов, вот, а именно бога Посейдона. В общем, очень рекомендую, если будете вот недалеко от Афин, приедьте сюда, здесь интересно. Ну, а мы продолжаем наше путешествие, значит, из Лаврио, навстречу с нашим замечательным электриком, вот. Что ни говори, вот с MB5, конечно, он немножко лажанулся, ну, а все остальное он сделал на ура. Он действительно, ну, видно, профессионал, не зря его все-таки рекомендовали, аккуратненько все слепил, аккуратненько все сделал, но, с другой стороны, без лаж не бывает, наверное, ни у кого, никогда. Вот такая красота у нас сегодня. Зай, еще раз, я не понял, скажи, пожалуйста. Почему в замке Посейдона нету? Посейдона, почему нету в замке Посейдона? Да. Ой, котик, ну, если бы я знал, ты знаешь, мне кажется, что Посейдон просто ушел в море на пару сотен тысяч, тысяч лет, я бы так сказал, вот. Я поняла, вдруг, там нарисована птица, наверное, она просто была у замка Посейдона, и эта птица хотела Посейдона съесть. Вот он и в море, наверное, пришел, а птица не могла залезть в море. Вот так, наверное. И Саритон пока что думает, что еще птица не улетела, а она улетела. Очень может быть, вот это хороший вариант, кстати. Вот отсюда особенно хорошо видно, насколько действительно красивое, живописное место там наверху. И действительно этот замок Посейдона очень-очень нас впечатлил в положительном смысле. Эх, друзья, не может быть, боже мой, это просто фантастика. Вот так вот идти тихонечко, смотреть на пейзажи рядом с Дотей, любимая обед приготовила, вкуснейший из мидии, вообще в мультиванке просто, я не знаю, Посейдон, наверное, истек слюнями и поперхнулся, и все, и утонул. В общем, я не устаю повторять, ну, наверное, ради этого все это стоило, да, глядываясь назад на эти пять лет вообще безумной вот этой круговерти и этих бегов, крысиных вообще забегов. Стоило? Черт побери, да, это того стоило. Вот первые, я не знаю, минуты уже чувствую, что вот где-то начинается оно, 100% стоило. Вот, и, конечно, мы только начинаем вкушать, и вот все это будет дальше. Я не устаю повторять, что, ребята, надо радоваться жизни сегодня. Вы можете к нам присоединиться, приезжайте, мы будем рады всем. Как это сделать? По ссылке ниже в описании, на, я не знаю, на несколько дней, на неделю, на месяц. Все можно решить. В общем, это просто, я не знаю, это просто фантастика, да, вот все эти сейчас вот, камеры, все эти пейзажи, вся эта красота, вся эта, ну, просто невероятно. Котеночек вон валяется, да, рядышком. Лежанка, значит, с зеркалом на потолке. Посхитительная вода, просто глубина, какая прозрачность. Ну, я не знаю, у меня нет слов, нет слов все это описать. Поэтому мы ждем тебя. В общем, приезжай, если ты адекватный, веселый, мы сделаем тебя счастливым. Да, а как это сделать, по ссылке в описании есть вся информация. Будем рады знакомству. Никуся, а ты будешь рада знакомству, если новые, если детки приедут? Хочешь, чтобы дети приехали? Да. Да? А какие детки должны приехать? Русские. Русские? Ну, давай по чесноку. Говорящие на русском языке, правильно я тебя понял? Да. Мы же украинцы. И будут тоже украинцы у нас. Ну, могут быть украинцы, могут быть кто угодно, говорящие на украинском, русском, английском. Главное, чтобы были адекватные, правильно? Не будет. На английском не будет? И на немецком не будет. Никуся учит немецкий язык и очень-очень его любит. В общем, ждем вас. Вот это встреча, короче, значит, тут есть... Оказывается, фермы. Я такие видел только в этом, в Хорватии. Значит, возле Шибеника. Там есть такое устье, значит, и там разводят что-то. Вот я не знаю, я надеюсь, будет видно. Значит, тут такая тропиночка, тропиночка, тропиночка и сеточки. Значит, и очевидно, здесь разводят либо рыбку, либо устрицу. Ну, устрицы вряд ли, потому что, насколько я понимаю, им нужна слабосоленая вода. Значит, тут рыбка. Жаль, блин. Я думал, здесь можно будет. Я вот сейчас вот смотрю в камеру и вижу, что особо ничего тут не продают. Я думал, можно подойти, швартануться. И вот как это было в Хорватии, можно купить прямо там свежайших, свежак устриц. Ну, а здесь я такого... Подожди, подожди. А ну, попробуем. Попробуем, может, что-то и будет. Да, неудача, неудача. В общем, они только разводят... Разводят. Все разводят и всех разводят. В общем, мы уходим отсюда. Не продают они ничего. А жаль. Но такие места бывают. Так, если что, мы на них обязательно еще наткнемся и встретимся. Мы еще обязательно встретимся. Да, Никуся? Нет. Нет. Ника, как всегда, на позитиве. Но у нее дух противоречия. Нет. Что не спроси? Нет. Все. Короче, интересный момент. Значит, вот это вот огромный... Ну, я не знаю, камера передаст. Нет. Огромнейший кусок камня. И я, значит, такой иду и смотрю. Я смотрю на Вионикс. Сейчас покажу. Значит, где тут у нас? На Вионикс. Вот, на Вионикс. И я смотрю. Я смотрю на этот камень. Смотрю на эту точечку на карте. И я думаю, ну не может быть. А я еще был где-то вот здесь, пониже. Вот здесь где-то. И я иду такой, думаю, ну блин, ну не может это быть. Короче, никогда на заметку. Всегда доверяй картам. Я думал, я сейчас вот здесь, вот в этой узкости, вот сюда пройду. Потом смотрю, мне же совсем другое место. Но там, там сейчас вообще еще ничего не видно. Да? То есть, вот сейчас я покажу. Сейчас покажу, покажу, покажу. Вот. Да? То есть, там вообще, где-то вот моя узкость там или куда мне надо, вообще ничего не видно. И я поэтому не понимаю, где я, кто я. В общем, дружище, всегда смотри на карту и где она. Вот она. Да? И не поддаваться на провокации. Значит, мне вот сюда вот. Да? То есть, аж вот сюда. Поэтому, там, куда мне надо идти. Не важно, что этот кусочек земли кажется на карте маленьким. Ну, это понятно, да? То есть, это всегда мне было понятно. Просто уже немножко отвык. Тут раз и опять чуть не поймался. Да? Надо всегда смотреть большую картину. Вот. И вот, кстати, например, вот у меня сейчас где тут у меня. Начат плотали, да? То есть, я разделил на двое. Одна маленькая, да? То есть, большое разрешение, чтобы увидеть там всякие глубины и так далее. Если там какие-то препятствия. Одна большая картина, да? То есть, где ты видишь, вот это всегда удобно. Да? Потому что можно, если слишком масштаб маленький взять, то видно как бы мелочи, но не видно всего. А если смотреть на как бы на масштаб огромный, то тогда ты видишь свой курс, но можешь налететь просто на какую-то банку, там еще что-то. Вот. Никогда. Вот такая мелочь, нюанс, но на заметку. Ну что ж, друзья, за моей спиной глифада. И это выглядит как замечательное окончание просто фантастического дня. Первый день, можно сказать, свободного перехода. Эх, и потрясающий закат. Потрясающий закат. Куда ж без него? Вот. Это ли несчастье? Якорная стоянка, закат. Может быть, винишко, может быть, нет. Поживем, увидим. Немножко недоделано, но это все будет. Будет отдельный обзор по поводу этой замечательной конструкции. Вот. Немного попозже. Ну а что ж, к тем, кто досмотрел до конца, как и обещал. Все-таки дошло до этого. Не может быть. И сейчас самое главное. И вот оно. Окупили себя подушечки. Вот так вот это выглядит. Детка. Давай, бокальчики, киса. Пыльцинька, бокальчики, все бокальчики ко мне. Фух, запасные. Ну, наконец-то. Дождались. Да. Ну что ж. А на сегодня все. Не забываем подписываться, ставим жирные лайки. А вот, друзья, до связи на Хэппи Кэт. Мира всем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.